Пластическая хирургия Для некоторых это больше эмоциональное улучшение, желание выглядеть лучше, потому что наш мир все больше требует того, что люди сами хотят выглядеть лучше и соответственно они это используют. Чаще всего пластическая хирургия решает и различные функциональные проблемы, поэтому это не только прихоть. В филиале Веселобес-центр Четри в клинике дерматологии проводятся все виды пластических операций как на лице, так и на теле. Имеющиеся технологии в арсенале врачей безопасны для здоровья и соответствуют самым высоким мировым стандартам качества, что вместе с профессиональным опытом врачи обеспечивает наилучшие результаты для достижения желаемой цели. Операция проводится как локально, так и под местной анестезией. Под местной анестезией первоначально это операции как уменьшение и жировой клетчатки, это как липосакция. Также и для того, чтобы у нас взгляд был яснее, красивее, не было мешки, это конечно устранение лишней кожи, это блефропластика. Также мы предоставляем возможность операции по увеличению и уменьшению груди. И также, если человек имел лишний вес и у него в избытке кожа, то мы ее тоже можем, скажем так, ликвидировать, уменьшить и, как говорят в народе, отрезать. Среди операций по пластической коррекции тела в мире, а также в Латвии, самой популярной является пластика груди. Это не только просто увеличение груди, о котором мы, возможно, знаем больше, но также это разные виды операций по коррекции груди. К примеру, мамочкам после кормления ребенка или после потери веса мы восстанавливаем как и форму груди, так и ее объем. Так называемая подтяжка, увеличение. Также и уменьшение груди. Есть женщины, у кого грудные железы слишком большие, и это вызывает функциональные проблемы в виде болей спины и кожной сыпи. Следовательно, уменьшение груди тоже возможно. То же самое с мужчинами. Мужчинам чаще всего необходима такая коррекция при гинекомастии, когда мы уменьшаем грудные железы. Среди самых популярных операций по коррекции фигуры обязательно стоит упомянуть липосакцию или липомоделирование. Клиника дерматологии использует новейшую 3D-технологию липосакции, которая использует инфразвук. Новое устройство имеет множество преимуществ перед устройствами старого поколения, но самое главное – метод более безопасен, менее инвазивен и менее болезненный для пациента. Кроме того, без вреда для здоровья можно откачать до 5 литров жира. Этот метод можно эффективно применять на любом участке тела, где необходимо устранить отложение жира. Кроме того, для того, чтобы добиться еще большего эффекта, приходит на помощь широкий выбор аппаратных технологий моделирования тела Веслова Центр Четри, доступные в клинике Лиора, в клинике красоты Цетурта Димонса и в одном из новейших учреждений Антиэйджинг Институт. У нас много филиалов. Это факт. И, конечно, мы сотрудничаем со всеми специалистами, что дает возможность нам более широкий кругозор любой послеоперационного периода, как нам избежать, чтобы послеоперационный период был намного легче, меньше отеков, меньше синяков, чтобы быстрее вернуться на работу, чтобы вернуться в предыдущий ритм жизни. Каждый заслуживает жизни без стеснения по поводу своей внешности и любя себя и свое тело. Если же есть вещи, которые вас угнетают, нужно решать эту проблему. Сегодня одна из самых актуальных пластических операций – это хирургия век. Кому это нужно? Ну, нужно тем, кому не нравится свой взгляд. Не нравятся мешки, не нравится угрюмый взгляд, который как бы в душе человек улыбается, он очень оптимизмом полон. Но, посмотрев на него, хочется сказать, почему ты угрюмый, что у тебя случилось, что за печаль. И, конечно, это люди, те, которые, посмотрев в зеркало сразу, понимают, что что-то не то. И есть категория людей, которые не могут нанести мейкап, который наносили очень спокойно, но в один момент у них образуется отпечатка от туши, не накладываются хорошо тени. Это уже более молодая категория людей, которые начинают понимать. И та, которая уже более в таком случае, как мешки, уже понимает, что взгляд не тот. И каждый раз им говорят, что что-то не то. Почему такой печален? Конечно же, и женщины, и мужчины гораздо старше приходят из-за функциональных проблем, так как у них воспаляются веки из-за того, что кожа настолько опущена, что они не могут открыть глаза, и им тяжело. Есть еще одна категория людей, которые говорят, что у них болит голова из-за нахмуренного лба. Они пытаются открыть глаза с помощью поднятия бровей вверх, напрягая лоб, и уже вечером у них от этого болит голова. И в конце мы приходим к тому, что проблема в веках. Поэтому причины очень разные. Это легкая операция, которая на седьмой день дает положительный результат, потому что на седьмой день снимаются швы, отеки уже меньше, синяков меньше. И, скажем, на десятый день вы уже можете идти на работу, и никто не может уже по-большому сказать, что у вас была операция. Шрамы, конечно, их можно тональным кремом немножко визуально ликвидировать, но на десятый день вы уже можете быть в строю. Эвито сделала операцию на веках в прошлом году и признается, что ни на минуту не жалеет об этом. Моя профессия, она предполагает то, что не всегда у меня достаточно сна, недостаточно как бы отдыха и все остальное. И как любой другой женщине, любому человеку в наши дни хочется выглядеть, ну, не грустно, не устало, и относительно немножко передумав и понимая, что какие-то другие процедуры уже не помогают, или просто не помогают, мы поконсультировались с доктором Леппене, моя врач была Лаур Леппене, и относительно, ну, так, шаг за шагом я решила, что все-таки, может быть, это лучший вариант для меня. Плюс еще и то, что относительно, чем ты старше становишься, тем шаги для оздоровления, ну, постоперационное время, оно более и более сложнее. Ну, и вот как-то так я и решилась. Эвито сделала операцию как на верхних, так и на нижних веках. Признает, что операция прошла быстро и восстановление прошло успешно. Она говорит, что следует учитывать то, что в первые дни лучше не смотреться в зеркало. Я думаю, что операции пугаться не надо, надо подготовиться правильно, надо проконсультироваться у доктора, надо ли вам, не надо ли вам, потому что, ну, доктор, хороший пластический доктор, это не тот, кто затащит вас сразу оперироваться. Жизнь много чего не изменилась, изменилась ежедневные утренние часы, которые занимают наложение косметики. Изменилось то, что в середине дня я не должна протирать макияж, который оставляет следы, потому что веки уже как бы не затрагивают друг друга и не остаются следы. В остальном я рада, что я сделала, безусловно, что я рада сделала. Как-то по-другому я не знаю. Я так себя считаю позитивным человеком, чтобы просто более позитивно делать мой ежедневный день. И это помогло, да, безусловно. Да, не стоит бояться, если ты так этого хочешь. Стоит сделать первый шаг и поговорить с врачом. В настоящее время для того, чтобы восстановление было более успешным, пластические хирургии Веселобоцентр Четри используют ПРФ-инъекции. Да, инъекции ПРФ мы в последнее время делаем для чего? Для того, чтобы послеоперационный период быстрее происходило заживление, послеоперационный период сокращался. И, например, при потяжке лица мы обязательно в конце операции применяем ПРФ. Также мы и после блефоропластики, в те моменты, когда мы видим, что нам хочется, чтобы немножко эту ткань простимулировать, и чтобы заживление и восстановление данного региона было бы лучше. В этом месяце, а также в январе, операции на веках по особо выгодным ценам. Воплоти свою мечту, чтобы каждый новый день приносил радость не только сердцу, но и глазам. Любая женщина должна себя чувствовать хорошо. Любая женщина в отражении зеркала должна видеть то, что она хочет видеть. И поэтому, конечно, как женщина я советую, если не нравится или хочется что-то изменить в себе, проконсультируйтесь. Может быть, мы могли бы вам дать хороший совет для улучшения вашего состояния души. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!